Доброй ночи, Лайла Тов. Сегодня отвечу на вопрос, как сказать на иврите пробовать или попробовать, смотря что мы хотим сказать. Если мы подразумеваем пробует значение дегустирует, то есть пробует на вкус, мы будем использовать слово тоэм с буквой тец и с буквой айн. Тоэм пробует на вкус, дегустирует. Я напоминаю вам, что я записываю обычно глаголы в форме настоящего времени, единственного числа и в мужском роде. Тоэм. Утоэм он пробует на вкус, он дегустирует. В форме женского рода, например, она пробует, будет тоэмет. И тоэмет. Она пробует во множественном числе тоамим, например, хэм тоамим. Они пробуют, дегустируют, пробуют на вкус. И неопределенная форма литом. Литом пробовать на вкус, дегустировать. Если мы хотим сказать пробует в значении пытается или испытывает, мы будем использовать слово мэнасе. В форме мужского рода, мэнасе. В форме женского рода, мэнаса. Пишется точно так же, как мэнасе. По контексту мы понимаем, как прочитать. Во множественном числе пробуют мэнасим. И неопределенная форма. Пробовать в значении пытаться или испытывать. лэнасот. Сейчас примеры в предложениях. Они мэнасе ледабер аравит. Я пробую разговаривать по-арабски. Пробую с значения пытаюсь. Поэтому я использую слово мэнасе. Если я вдруг здесь вместо мэнасе скажу то-эм, то получится, что я пробую на вкус разговаривать по-арабски. Я дегустирую говорить по-арабски. Непонятно будет. Следующее предложение. Анируцелинасот. Это то-хна. Я хочу попробовать эту программу. По смыслу я хочу испытать эту программу. Мы здесь используем слово лэнасот. Если я скажу лид-ом, попробовать получится. Я хочу эту программу ощутить на вкус. То есть если вы допускаете такие поэтические вкрапления в язык. Может быть так тоже можно сказать. Но это будет странно звучать. Я хочу попробовать на вкус продегустировать программу. Лучше сказать о неруце лэнасот. Это то-хна. Следующее предложение. Здесь ситуация в израильских магазинах. В отделе, где продают сыр. Можно попросить кусочек сыра попробовать. Если у вас есть как бы сомнения. Покупать, не покупать. Вкусно, не вкусно. И мы можем попросить. Эф-шар лид-ом. Это гвина. Можно попробовать. Это цир. Попробовать здесь имеется ввиду на вкус. Ощутить на вкус. И выбран соответственно глагол лид-ом. Продегустировать. Попробовать на вкус. Еще одно предложение. Анахну туамим яин. Мы пробуем вино. В значении мы дегустируем вино. Я надеюсь, это было не сложно и понятно. Подписывайтесь на мой канал. Задавайте вопросы. На интересные вопросы я всегда отвечаю. Спасибо за внимание. С вами был Марк Харах. Доброй ночи. Лайла Туф.